Удельная. Пересадка на станцию метро. Удельная. Приветствую вас на борту «Ласточки» от лица пассажирской пригородной компании и от лица герды экскурсоводов. Заранее предупрежу, что «Звездная дорога» будет делать объявление, мы будем прерывать свой рассказ. К сожалению, от этого нельзя отказаться, вы сами понимаете. Ну и начнем сразу нашу экскурсию. Железнодорожное строительство в России пришлось на вторую половину XIX века. Железнодорожная пума хватила великое княжество Шриллянской. В 1857 году была построена железнодорожная ветка, которая соединила Гельсенхольдс в Хельсенке и Таврску Кустойцев, в сегодняшнюю Хемеллину. Планы соединения двух столиц активно обсуждались и в детском, и в русском обществе. И эти планы, особенно большую заинтересованность, проявляли финские промышленники и торговцы, которые считали, что такая линия многократно увеличит объемы торговли, что стимулирует местную промышленность. Эти планы суждено было сбыться. В феврале 1870 года открылось сообщение между Хельсенки и Санкт-Петербургом. Первый и единственный тогда поезд преодолел весь путь за 12 часов. Интересно, что на строительство Финляндской железной дороги пошло больше 28 миллионов рублей. При этом одна верстайта дороги обошлась в казне в два раза дешевле, чем в любом уголке Российской Иперии. И это несмотря на наш суровый климат и на наш рельеф, то скалы, то болота. Путешествие по железной дороге начинается с вокзала, вокальный зал. И наш вокзал, его облик современный, хорошо знаком каждому. Всего 4-грамный часовой башни и шпилем 30-метровым в петербургском стиле. Фасад украшает 17 парельефов на темы революционных событий 1917 года. С вокзала попадаем на перу, и здесь нельзя не заметить, в стекляжном павильоне. В поезде работает бригада контролеров-кассиров. Для проверки предъявляйте билеты, а при наличии год на проезд также предъявляйте документы, подтверждающие данное право. В случае отсутствия билетов, своевременно оплачивайте проезд. При оплате проезда в поезде требуйте от контролирующих работников обязательного оформления билета. Внимательно проверяйте дату поездки и сумму оплаты за поезд, указанную в билете. В стеклянном повелении нельзя не заметить паровоз 1902 года, приобретенный для Финляндской железной дороги, подаренный нам финским правительством в 50-х годах. Номер его 293, на нем вернулся Петроград Владимирович Ленин и произнес свою знаменитую речь на Проневике. Также здесь находится памятный километровый столб дороги жизни, блокадный столб и таких столбов, установленных вдоль железнодорожного полотна до Ладоги 36. Ну вот мы уже с вами в Агонии, первой станции на нашем пути будет станция Ланская. Когда-то территория в районе станции принадлежала фамилии Ланских, дворянский род, аристократы, выходцы из Польши. Нам хорошо знаком Александр Ланской, который был коммергером и фаворитом Екатерида II. Его двоюродный брат был министром, возглавлял Варшавское герцогство. Отметились Ланские и на поле брани, и на литературном помплище. Определенно таким образом Петр Петрович Ланской, генерал от гавалерии, женился на вдове Пушкина Натальи Николаевне и взял на себя заботу о детях великого поэта. Когда прошла железная дорога, то она прошла в 100 метрах от усадебного дома. Это, конечно, лишало их отдыха определенного уюта и комфорта, и они продают земли под дачи. Большой участок земли приобретает ревлянская железная дорога. Строится станция, которая была одной из первых в 1869 годах. А вот современное каменное здание вокзала в стиле ВНМ, это уже автор его архитектор Руна Градхольм. Он же автор нескольких последующих вокзалов на наших станциях. Недалеко от станции Ланская находится лесотехническое хотение. И так произошли события, которые наделали много шума. А именно дуэль между Новосильцевым, флигель-адъютантом, и поручиком рекламы Семеновского полка Константином Черновым. Обращаем ваше внимание, посадка-высадка из последних двух вагонов не осуществляется. Будьте внимательны. Который уступился за честь своей сестры, помогут которой разбор Новосильцев. Он уступил в давление матери, которая считала этот раз неравным. Оба были смертельно ранены. Мать Новосильцева винила в смерти сына себя, приобретая в участок земли, где он провел свои последние часы, строит там богодельник и храм. Вообще, вот эта дуэль, а секундантом Константина Чернова был Константин Рылеев, наш поэт и декабрист, она явилась таким поводом к выступлениям против тирании. И даже Ильгель Капельгрей, как написал стихотворение, которое так и называлось, «На смерть Чернова страшное своих призывов». Можно сказать, что эта дуэль явилась предвестником декабрьских событий на Сенатской площади. Ну и совсем скоро мы подъедем к станции Удельная. Мы уже проезжали в Удельный парк. Площадь его 150 гектар. В течение 150 лет он является местом отдыха петербуржцев. А когда-то здесь был парк, теперь первым с корабельными способами. Здесь также находится учебно-тренировочная база нашего клуба «Зенит». Одноименные названия имеют и станции «Декор». Удельное связано название с тем, что с XVIII века этими землями владела царская паблия, и они находились в виде и регистерства императорского двора. Уважаемые пассажиры, для открытия дверей нажимайте кнопку зеленого цвета. Наш поезд прибывает на станцию Удельная. Пересадка на станцию метро Удельная. Дорогие пассажиры, для открытия двери, нажимайте кнопку зеленого цвета. Тренировка приезжает на Удельное. Не, не, это не так. Когда-то здесь была молочная ферма, отмечая на Дэвидсона, ее так и называли, английской. Она должна была стать правой выбор ведения сельского хозяйства в России. И при ней было земледельческое училище, в котором потом открыли психиатрическую больницу селителей Патереймана, которую мы сегодня знаем как больницу Складцова-Степанова. Здесь же на Удельной находится современный медицинский центр Алмазова, центр крови, эндокринологии и сердца. Именно со станции Удельная отправился в эмиграцию на паровозе номер 293 Владимир Ильич Ленин. Следующей станцией на нашем пути будет станция Озерких. Озерких название связано с тем, что находится станция... Станция Удельная. Пересадка на станцию метро Удельная. Следующая остановка Зеленогорск. Станция Удельная. Следующая остановка Зеленогорск. Связано название Озерких-Степ, что находится станция напротив Перимычки, разделяющая Верхнеслопольское и Среднеслопольские озера. Тоже точные места, правда отдыхала здесь публика менее чумбанная, скажем, чем в Павловске и Катчине. В основном техническая интеллигенция, врачи, учителя. Славилась станция тем, что здесь был вокальный, здесь был музыкальный вокзал, построенный по типу Павловска и прекрасный сад. Приезжал сюда слушать музыку Петр Ильич Якурский, директор Московской консерватории Рубинштейн. Здесь выступал знаменитый хор Архангельского. Для удобства пассажиров платформа была со станции такой крытой галереи. Уважаемые пассажиры, посадка окончена, поезд отправляется. Следующая остановка Зеленогорск. Также здесь произошло такое историческое событие, как смерть папы Агапона. Агапон Аполлонович известен тем, что... Георгий Аполлонович Агапон известен тем, что был инициатором в шествии к Зимнему Дворцу. Уехал навстречу озерки с СССР по кличке Макты. Но вот позднее его тело было найдено на одной из датей. С 1948 года на Беркарпи, то есть Малая Агапонская железная дорога, когда-то протяженность ее пути была 8,7 километров. Но после трагических событий в 1964 году, когда на переезде погибли четверо подружков, внутренне на пути была подключена до 6,7 километров. Ну а Большая Агапонская дорога приводит нас на следующую станцию, которая называется Шумалово. Шумалово, род Шумалово здесь на 16 километрах. Выдвижение его произошло при Елизавете Петрову. Уважаемые США, информируем вас о возможности оформления проездных документов за полную стоимость через мобильное приложение Пригород. Мобильное приложение позволит вам оформить электронный билет на пригородный поезд, квитацию на провоз велосипедов, жирности и ручной клади, посмотреть актуальное расписание и информацию о стоимости проезда. С дополнительной информацией вы можете ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте АОСЗППК. Благодарим за внимание. Петр Иванович Шувалов принял активное участие в захвате власти дочери Петра. Еще больше, и она возвела его графское достоинство, еще больше положение ему прочего, когда он женился на подруге императрицы, бывшей нею на положении чесальщицы. Именно она представила Елизавете следующего колорита, брата своего мужа. Интересно, что Петр Иванович Шувалов, будучи министром и имея доход в 400 тысяч рублей, после своей смерти оставил долг одной только казни, больше миллиона рублей. Шувалову также известна нам по фильму «Безымянная звезда», где режиссером и главной роли выступил Михаил Казакова, снимались Костолевские и Анастасия Вертинская. Вокзал тоже такового «Гранхольт», и до тех пор сохранился такой губовый, красивый, лесной потолок, и вот именно там снимался этот фильм. Вообще Шуваловы владели землями вокруг Суздальских озер в течение стадо-зи-ти лет. И следующая станция, которая будет третьей станцией вот этого дачного конкурсератора, отец Шувалова-Панкова, также Паркова. Паркова деревня финская, известная фанатского века, переводится как «черт». Вот, наказал сединир Петр Иванович Шувалов переселяет часть военных мостов из Суздальского уезда Владимирской губернии. И они участвуют в устроенстве здания и их построек имения. Вот, кстати, название «Снеходер» как раз связано с крепостой Петра Ивановича Шувалову. Насыпают они такой форм, который называется Парнас, высотой 61 метр, на вершине была смотровая площадка, а у покожьей были выруты пруды, которые носили такие странные названия рубашка Наполеона или шапка Наполеона. Были и другие тоже с интересными названиями. Дупелька, треугольник, копеечка. Здесь же на станции Шувалова, на станции Паргового находится очень интересная церковь, она есть на карте интересные места. Церковь Петра и Павла построенная вообще православная церковь, но построена в таком нехарактерии для православной архитектуры и стиле псевдоботика. Здесь же была и усыпальница Шувалова. Дело в том, что Павара Паведолна-Шувалова после бывшая княжна Шаховская, после смерти старого графа, успевает выйти замуж по странной по страстной очень любви за Адольфа Парье. Ну и успевает второй раз обновить. И вот в памяти о своем куже она строит этот храм. Когда-то добраться до Паркового было очень просто. От гостиного двора ходили дирижанцы. могут строительство железной дороги сделало эту поездку более удобной, быстрой и, конечно, более дешевой. На станции Паркового и заканчивается земля Шувалова следует станция Левашова. Левашова станция названа в честь государственного деятеля Василия Васильевича Левашова, который приобретает земли или менее Осиновая роща буквально за год до своей смерти. И основными пользователями этих земель становятся уже его наследники. Вообще Левашова славилась своими садами. Здесь даже у маленького домика был обязательно небольшой фруктовый садик. Ну, во всяком случае на первом этапе. Чего, скажем, не было ни в Озеркак, ни в Паголово, ни в Шувалово, где такие сады могли себе позволить только состоятельные дачники. Также Левашова является местом памяти жертв сталинских репрессий. Здесь на Левашовской пустоши полигоне НКВД только по официальным данным находятся 45 тысяч захоронений. Только представьте, это практически население такого города, как Волхово. Но мы покидаем это печальное место, и следующей станцией на нашем пути будет песочная Дедуна. Две станции, которые расположены близко друг от друга, 23 километра от Петербурга, разделены Америкой Черной, которая впадает в Сестровецкий разлив, и в начале 18 века там были найдены залежи полосной железной руты. И в 1728 году уже были построены две домницы, а затем и завод по выпуску стали, которая нужна была для Сестровецкого оружейного завода. Чернореченские заводы были подарены Екатериной Второй по Темкину, но буквально через год были выкуплены обратно в газу. Последний из Левашовых строит там герпичный завод, который использовал заряжи местной голубой глины. И вот в начале 20-го века на этом заводе трудилось около 200 человек. То есть довольно таки крупное предприятие. из после станции Диконы Песочные очень скоро будет подъезжать к границе. Такая граница до 1917 года существовала в районе Белоострова. Вообще эти земли поселки положены вдоль реки Сестры и по этой реке когда-то проходила граница. Вы знаете, что в 1323 году был заключен Ореховецкий мирный договор в котором Корейский перешей был практически разделен на две части. Восточная с Карелой оставалась на Новгородом а Завдовная с Выборгом была шведской. Так вот именно здесь по реке Сестре проходила эта граница. А в 1917 году здесь была граница между Российской Кирией и Великим Ордономным Княгостом Финляндским который в свою очередь входил в состав российской веры. Но были и пограничники и таможня и два вокзала с российской стороны деревянной и станция называлась Белоостров а с финской стороны каменной и станция называлась Рая-Йорке. Эти места Белоостров связаны с Владимиром Чем-Лениным он неоднократно здесь бывал поэтому местные коммунисты в 20-х годах пытались переименовать Белоостров в идеологически более правильный Красноостров. Ну а станция Рая-Йорке где села тоже хранится с финской стороны очень интересно что отправляясь из Петербурга допустим 1 января вы очень скоро прибывали на станцию Рая-Йорке где было уже 13 января и время отличалось от Петербургского на 20 минут. Ну связано это конечно с разными календарями с применением июлянским и григорианским. Нельзя было провозить в Инляндию крепкие спиртные напитки а если вы везли кофе, сахар, чай то должны были заплатить Муршлину. Ну и дальше начинаются совсем уж такие любимые мною курортные места это станция Солнечная когда-то называлась Олила потому что платформа которая потом стала станцией была построена на средства финского предпринимателя из Санкт-Петербурга Оли Улберга отсюда Олила а Солнечное название связано с тем что расположено в самой южной точке курортного района самой высокой ну и по всей видимости самой Солнечной ну и совсем такое курортное прекрасное место это станция Репина называлась когда-то Клокова упоминается опять же в Риховецком мирном договоре одним из пунктов которого было предусмотрено право русских заниматься рыбными ловлями за линией границы и это правило сохранялось долгих 200 лет поэтому вот такая версия происхождения названия что это видоизмененное от Клокова то есть что значит по-кински рыболовный крючок со строительства уже звездной дороги сюда плынул в одном дачниках которые скупают все степли и здесь была дача допустим Анны Вырубовой последней нашей государственной которая вела царскую семью Григория Распутина ее часто в этом отменяют сохранился ее деревянный дом до сих пор в стиле ОМЕР а кто пойдет в выборгиную экскурсию наверняка вам покажут наш генеральский дом где она жила за своей матерью вынужденная бежать из России так вот дачная экспансия достигла таких размеров что скоро местное население оказалось в меньшинстве это порождало некую такую социальную напряженность но экономическая выгода все сглаживала здесь были дачи Репина Еврейного здесь была дача Чумовского Репин прожил здесь долгим 30 лет после его смерти в 1948 году и станция и поселок были переименованы в Репина он похоронен на территории Репина территория своей усадьбы ее легко найти там сегодня дом-гузей по таким нарядным воротам в красочной калитке возноданным по эскизам самого Репина да и сам дом очень приметен такое большое количество башен и дополнительных объемов так что современники называли его самым безобразным строением побережья ну а Репина его домочадцы по всей видимости любили не зря назвали финансы в честь римских покровителей домашнего очага и семейного счастья на скоток дачи Репина находится дача находилась вернее она не сохранилась дача чуковского и частым гостем чуковского был молодой маяфорский в ту пору он нуждался поэтому у него было установлено несколько обедающих знакомых он он понедельник ем еврейного вторник ем репина среду ем чуковского чуковский вспоминал что он любил прохаживаться в гостине бандера такие каменные заградительные сооружения из любви на место прогулы дачников и в день изхаживал по 12-15 верт так что его костюм из синего стал голубым а потом что ее подпиши в гостинок истерлись а он все продолжал катить выкрикивать под порывы ветра слова вырождающихся стихов и если бы вслед за наиболске совершить прогулку до следующей станции то очень скоро выйдет на станцию которая сегодня называется Комарова а когда-то называлась Келомяки Келомяки переводится как колокольная горка колокольная горка считается по легенде что там находился колоколь который созывал к обеду рабочих строивших железную дорогу интересно почему не отгородились в 1944 году сюда вошли наши войска и было принято решение о строительстве здесь дач для ученых и называли еще Келомяки общежития ученых мужей или по созвучию академияки была здесь дача и у Комарова президента академии наук после смерти которого переименована была и станция поселок и они стали называться Комарова а в народе уже стали говорить Комары и вот уже селятся здесь не только ученые мужи но и творческая интеллигенция музыканты художники в частности а у местных прекрасная возможность наблюдать за жизнью знаменитых людей благо тогда высоких заборов никто не строил и можно было видеть как физик и Офе в такой белой рубашке что-то возделывает тяпкой на своем огороде а знаменитый математик Смирной здороваясь даже с малолетними детьми снимает шляпу и раскладывается была здесь дача и любила сюда приезжать Тепанина Георгиевна Раневская которая отдыхала в военном санатолии по всей видимости он был недалеко от железной дороги потому что когда ее спрашивали как вы себя чувствуете она с неизменным ей чувством юмора отвечала как Анна Каренина она была частой гостей Анны Андреевны Ахматовой которая тоже имела здесь дачу видно за небольшие размеры она называла ее моя зеленая утка но тоже очень любила Анна Андреевна похоронена на Комаровском кладбище в 1966 году и с тех пор оно стало называться даже Ахматовским и стало таким местом паломничества на могиле стоит такой массивный крест и фрагмент вот голубой кирпичной стены которая символизирует ту самую стену тюремную у которой долгими часами простая была Анна Андреевна с передачей своему сыну с более интересированного в 30-х годах еще при жизни Анны Андреевны дорогу на Комаровское кладбище называли «Дорога не схожу куда» это взято из трубки из ее ее приводского сонета которые звучат так «И кажется такой нетрудный» «И кажется такой нетрудный» «Или чаще изумрудный» «Дорога не скажу куда» ну а наша дорога приводит нас очень скоро на следующую станцию которая называется Зеленогорск когда будет у нас остановка Зеленогорск когда-то назывался в Терриевке что значит «Смоляная река» река до сих пор есть как-то уже не река это ручей и называется он «Жемчужный» или «Зеленогорский» напоминаются эти места опять же в хронике Курсского Ваасы то есть 16 век где значит в связи с таким происшествием жители Выборга жалуются королю на протерпандистов которые незаконно торгуют рыбой выборги Король повелевает жестоко наказать значит этих людей и среди них некого анти анти-истерион и в Зеленогорске даже когда-то была улица антинхарта улица анти сегодня это улица красных командиров на протяжении своей истории у Зеленогорсков было очень много трагичных сложных таких переломных моментов и поэтому в 2004 и в 2004 году здесь установлен такой памятник на постаменте которого начертаны памятник который посвящен русскому народу на постаменте начертан мир имейте между самым вообще он представляет собой две винтовки которые от того что они очень долго не использовались до превратились в деревья и на веточке сидит птичка издалека они действительно похожи на дерево но когда ты зайдешь поближе то понятно что это винтовки вообще Зеленогорск славится своими такими малыми архитектурными формами вот особенно в последнее время очень много появилось очень много таких памятников это и бабушкин стульчик на котором забыт клубок ниток со спинцами очки это и читающие муравей опять же на карте интересные места вы видите около библиотеки это и памятник такси в дни города там собираются любители этой породы собак и такие встречи называются таксовками на главной ареи парка вас непременно встретит герой Георгия Витца на бальзаминах при поднях по телу кстати Витца был как раз уроженцем Зеленогорска и недалеко от этого памятника другой очень интересный такие забытые душмаки дачник огромные и трудно удержаться чтобы их не примерить и не сфотографироваться что собственно многие и делают конечно эти памятники давно стали визитной карточкой Зеленогорска и навиду с такими признанными достопримечательностями как ветеранская хирха как церковь казанской иконы Божьей Матери построена еще до революции архитекта Никона в таком ярославском московском стиле она такая воздушная очень красивая у нее очень ухоженная территория и собственно здание самого вокзала опять же сначала был деревянный вокзал в 1870 году но из-за пассажира потока посадка высадка из последних двух вагонов не осуществляется будьте внимательны из-за пассажира потока было принято вверху перестроен и уже автор каменного здания вокзала опять же Бруно Грант конечно с тех пор он страдал во время войны пережил две реконструкции но до сих пор с неизменным гостеприимством встречает гостей города которые за летний сезон приезжают около миллиона человек вообще Зеленогорск оправдывает свои названия со всех сторон его как бы заключают в объятии еловые леса дюды и высокострольные телезы не дают сюда проникать холодные ветра еловые запасы уважаемые пассажиры для открытия двери нажимайте кнопку зеленого цвета наш поезд прибывает на станцию Зеленогорск здесь свой микроклимат сюда приезжают лечиться практически от всех болезней будет просто отдохнуть и получить заряд бодрости и хорошего настроения очень хорошо приехать сюда тем более этому способствует такое удобное транспортное сообщение вот ласточка до полчаса и мы уже в Зеленогорск так ну дальше Лидия Александровна подул рассказ раз раз меня хорошо слышно? итак продолжаем продолжаем наш разговор о тех интересных станциях которые появляются на нашем пути с каждым километром мы все дальше и дальше от Петербурга но с каждым километром к нам все ближе и ближе город Выборг вообще наш перешейк очень красивый не зря его называют северная ривьера жемчужина севера это и валуны камни скалы про которые когда-то еще литература говорит Арес Солов сказал такое чувство что камни вырастают буквально на ваших глазах конечно же это чистейшие сосновые бары и таинственные клюквенные и малышковые болота в свое время здесь очень хорошо похулиганил литник последнее его хулиганство было 10 тысяч лет назад вот почему у нас на нашей бережейке более 700 красивейших озер уважаемые пассажиры посадка окончена поезд отправляется следующая остановка Рощина следующая станция о которых мы будем говорить в 1948 году были в своем большинстве переименованы они получили новое название в честь погибших солдат и офицеров зимней войны и событий 1944 года маленькая станция у школы когда-то называлась Тюресели эта станция интересна была тем что инженер и пути сообщения Владимир Орловский выкупает сначала 100 гектаров потом еще 50 разбивает эти участки подачи проводит хорошие дороги электричество то есть по сути дело здесь делает культурный поселок и вот обратите такая интересная была деталька что дачники могли по телефону заказывать себе продукты или привозили из Петербурга в случае обнаружения в огне поезда забытых вещей подозрительных лиц немедленно информируйте об этом локомотивную бригаду или сотрудников полиции не трогайте оставленные в салоне электропоезда вещи и предметы соблюдайте меры предосторожности о бесхозных вещах сообщайте машинисту электропоезда по связи пассажир-машинист установленный в каждом вагоне при выходе из вагонов не забывайте свои вещи пассажир-машинист 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 под этими железными дорогами Евгением Картавцевым. Эту виллу он решил назвать Мариоке в честь своей супруги, любимой супруги Марии Крестовской, которая была писательницей. И вот получается, что дом был построен на высоком холме, целая система прутов, два корта, интересная лестница, которая состояла из 76 ступеней, ее за глаза называли Лестница Грешниц. Но получается так, что Мария Крестовская умирает от рака, когда ей было всего лишь 48 лет. Обращаем ваше внимание, посадка-высадка из последних двух вагонов не осуществляется. Будьте внимательны. И супруг в память о своей любимой жене попросил скольпера Мишева изобразить на большом камне, на волуне, хрупкую фигурку своей жены. Здесь же были начертаны ее произведения, которые она успела издать. А немного в стороне сидел бронзовый медвежонок Вилли. В семье не было детей. И вот однажды Евгений Картарцев из Германии привез своей супруге плюшевого медвежонка. И она так привязалась к нему, так его полюбила, что, по сути дела, он для нее стал ребенком. И поэтому вот эту парочку решили не разлучать. Поэтому крупная фигурка писательницы, а недалеко от нее как раз вот изображен любимец медвежонок Вилли. Ну а нынешнее название Ушкова станция получила в честь снайпера Федора Ушкова, который погиб недалеко от этих мест в июне 1944 года, повторив подвиг Александра Матросова. Уважаемые пассажиры, для открытия дверей нажимайте кнопку зеленого цвета. Наш поезд прибывает на станцию Рощина. Станция Рощина когда-то называлась Райвала. Разрыхленная земля. И вот получается, что из маленькой деревушки по сути дела здесь появится потом большая станция. Нынешнее название Рощина. Наверное, это место получилось из-за того, что здесь много березовых рощ. А еще здесь есть интересное, уникальное место, которое находится под защитой ЮНЕСКО. Я имею ввиду Линдовскую Лисвичную рощу. У истоков этой рощи стоял Петр Первый. Вот именно он посчитал, что именно здесь, в этих местах, можно вырастить хорошие лестницы, которые так нужны были российскому флоту. Первые посадки были проведены уже после смерти Петра Первого в 1738 году. Семена лиственниц собирали под Архангельском, а также в безгранних просторах Сибири. Здесь, получается, в районе проживали две интересные девушки. Одна из них, сиркасами, получается, прожила всего лишь 19 лет. Вот представьте, в одном из парфюмерных магазинчиков города Выборга работала очень даже симпатичная девушка. И актеры Выборгского театра увидят ее, по сути дела, так сразу сказали. Перед нами, по сути дела, артистка. Уважаемые пассажиры, посадка окончена. Поезд отправляется. Следующая остановка – Выборг. У нее начинается совсем другая жизнь. Да, из нее получилась талантливая артистка. Но так получается, что она успела сняться всего лишь в трех фильмах. И каждый фильм шел с большим успехом. Но она трагически умирает, погибает. Когда ей было всего лишь 19 лет. И, как тогда писали в газетах, хоронила ее вся Финляндия. А еще это место связано с аппетитом Сёггер-Кран, поэтессой. Жизнь которой тоже оказалась очень даже короткой. Судьба не отвела всего лишь 31 год. Ее отец был управляющим на заводе Альфа-Нобеля. Заболел туберкулезом. А потом эта болезнь перешла и на дочь. И хотя, конечно же, мать сделала все для того, чтобы дочь смогла вылечиться. Ее отвозили в Швейцарию. И она там неоднократно проходила турции лечения. Но Первая мировая война помешала совершить это лечение. Они переезжают из Петербурга сюда, в Райвову. И она живет здесь последние годы своей жизни. Пассажиры запрещается пурение табака в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов железнодорожные вокзалы в помещениях железнодорожных вокзалов на пассажирских платформах в поездах пригородного сообщения. И получается, что перед нами писательница, которая стоит по истокам финского модернизма. Она писала верлибром. Строчки были запутаны, трудно, по сути дела, постигаемы читателями. И получается, четыре сборника, которые она успела выпустить при жизни, они, по сути дела, не были по достоинству оценены. Она замкнулась, начинает заниматься переводами, собирает интересные афоризмы. В своих стихах она воспитывала природу Петербурга, Райвовы. Свои стихи посвящала дружбе и любви. Она умирает в Райвове в 1923 году. В последний год ее жизни ей скрашивал кот, ее любимец, кот Тотти. Вот почему в 1992 году, недалеко от могилы Едид Сюдегран, финская скольптор Нина Терна установит памятник этому котяре, коту Тотти. Надо сказать, что действительно места эти необычные. Считается, что Каринский перешей и город Выборг были домашние за границей. Сюда стремилась попасть творческая интеллигенция. Очень хорошо об этом сказал поэт Осип Мантельштам. Здесь можно было додумать то, чего нельзя было сделать в Петербурге. И вот получается, что станция Калильярви, она сохранила свое прежнее название, потому что недалеко от станции озера, которая по своим очертаниям напоминает музыкальный инструмент карел и финнов, кантели. И вот от названия этого музыкального инструмента кантели, по сути дела, и пойдет название этой станции. Недалеко от Калильярви находится первый санаторий в России, который был направлен на излечение больных гоперкулезом. Считали, что действительно чистейший воздух сосновых паров, да, ну и, конечно же, целебный морской воздух Финского залива, помогали справиться с этой тяжелой болезнью. И вот здесь, получается, на станции Калильярви проживала очень часто интересная супружеская пара. Муж-художник-аворгарнист Матюшкин и супруга его Елена Гура, которая была писательницей. В этих местах неоднократно любил отдыхать чемпион по борьбе Иван Поддубный. Ну, а следующая станция называется сейчас Горьковская. Вы наверняка подумали, наверное, как эта станция связана с Максимом Горьким. Да, так и есть. Раньше эта станция называлась Мостомяки, Черная гора. И получается, что Максим Горький со своей супругой неоднократно здесь отдыхали. И вот именно здесь, на станции Мустомяки, у своего знакомого Горьковского умирает писатель Леонид Андреев, о которых я вам уже успела рассказать. Эти места любили Пришвин, Маековский. Здесь любил отдыхать художник Серов. И неоднократно здесь отдыхал певец Годор Шаляпин. В советское время здесь были дачи у Геннадьевского, Буланского и Фила Капеляна. И также жители этой станции всегда с интересом смотрели и подходили, чтобы побеседовать с таким популярным актером, как Кирилл Лавров. Они действительно любили отдыхать в этих местах. Следующая станция – Захотская. Она так названа в щит пулеметчика, героя Советского Союза Александра Ивановича Захотского. А вообще-то эта станция называлась тогда-то Лоонад-Йорки. Эти места всегда были богаты грибами. Считается, что действительно Захотская – это грибная столица Каминского и Ешейка. И вот представьте себе, петербургский купец Коновалов покупает здесь большие участки, разбивает их в подачи. И очень скоро здесь получается благоустроенный поселок с интересными улицами. Проспект Толстого, Рермонтово, улица Глинкер, Робинштейна. По улочкам поселка бегали дровальчики, гонка. И они подходили обязательно к вокзалу, а там прибывали пассажиры или из Выборга, или из Петербурга. Маленькая речка очень интересная была, популярная, потому что здесь водилась форель, а еще здесь можно было добыть речной жемчуг. И вот получается, что однажды рыбак Роконин нашел жемчужину, который продает Выборгскому ювелиру за баснословную сумму от 1 600 глинских марок. И вообще деревянный счастливец, потому что очень скоро он находит 6 известковых образований и продает их тоже за большую сумму за тысячи глинских марок. Следующая станция Гириловская. Раньше эта станция называлась Берк-Ярвик, потому что слово переводится как Чёртово озеро, потому что действительно здесь много озер. Большое озеро называется Берк-Ярвик, а рядышком маленькое озеро Берк-Ярвик, его называли озеро Чертенка. И, конечно же, здесь тоже много было рыбакой, здесь можно было действительно очень даже хорошо искупаться. Здесь, недалеко от станции, до Курцов-Сонкипола, вскоре появился в начале 20 века большой кирпичный завод. Предприятие процветало. Представьте, что даже специально век от железной дороги шла непосредственно в цеха этого предприятия. И получается, что завод перестал существовать перед зимней войной. Но до сих пор в разных местах можно найти черпичи с клеймом этого завода. Сами его. Так что, если вам посчастливится, обращайте на это внимание. Следующая станция, Ляйписово, тоже, по сути дела, сохранила свое финское название. Ляйписово переводится как «Хребное болото». Строительство железной дороги проходило в труднейших условиях. Вот даже сейчас вы можете по ходу движения электрички заметить, как часто мы преодолеваем болото. Поэтому, конечно, рабочим приходилось трудиться в нечеловеческих условиях. Эти места, эти места интересны тем, что именно здесь, как раз вот в районе Ляйписова сохранились торты, сохранились земляные укрепления Линской оборонительной линии, которая нам известна как линия Монергейма. А недалеко от Кущевского озера находится знаменитая долина смерти, где как раз проходили самые кровопролитные бои, где советская армия понесла самые большие потери в период Зимней войны. Для нашей страны, наверное, не скоро наступит тот момент, когда мы можем сказать, что заморонен последний солдат. К великому сожалению, на территории Креста Перешейкова очень много еще останков солдат и офицеров, которые погибли или в период Зимней войны, или в период событий 1944 года. А болото, хочу обратить на это внимание, по сути дела, как хороший консервант. И хотя прошло уже более 70 лет, останки многих солдат еще очень даже хорошо сохранились. Каждый год в наших местах работают поисковые отряды. И вот я хочу сказать, конечно же, слово признательности их деятельности. Поэтесса Екатерина Свинницкая посвятила их даже свое стихотворение. Позвольте, я буквально маленький фрагмент из него зачитаю. И только вы расскажете, ребята, как прожили последний миг солдаты, как на чужих траншей не добежали, как на бегу урами докричали. Гранаты их в броске не долетели, сразить врага их поле не успели, как задыхались, но вода пошли под тоннами растерзанной земли. В болотном иле на окопном дне они все эти годы на войне. Сидли погибшего нет конца войны, пока тела не погребены. Растает снег и по местам вдвоем уйдут отряды поисковедом, чтобы рассказать запытым на войне о мире, о победе, о веселье. Следующая станция Гаврилова. Она названа была так в честь военмеха Федора Гаврилова, который умен от ран здесь, на территории этой станции, которая раньше называлась Гямеря. Так когда-то называлась маленькая деревушка, которая была совсем немного домиком. Но в начале 20 века здесь открывается ресопиння. И вот представьте, здесь настолько хорошая по качеству древесина, что ее отправляли в Европу. Древесина стежких мест по сути дела использовалась шахта в качестве креплений. Ну, а это место знаменито тем, что действительно в настоящее время здесь работает одно из крупнейших предприятий нашего района Кольхер. Места здесь действительно у нас связаны с большими завершения гранита, нашего знаменитого Выборгского гранита, о котором сегодня вам наверняка еще будут рассказывать из-за Бежурсаводы знаменитый Выборгский гранит Рапапири. Следующая станция Лепетевка. Раньше она называлась Хонганиеми Сосновая мыс. Здесь действительно чистейшие сосновые леса. И не зря здесь находятся до сих пор детские противотуберкулезные санатории. А свое название станция получила в честь старшины первой стадии командира катера бирзовейщика, который погиб уже в июне 1944 года во время высадки десанта на один из островов Выборгского залива остров Бисыль. И вот именно здесь на станции Хонганиеми 26 февраля 1940 года произошло единственное танковое сражение периода Зимней войны. Ну а станция Черкасова раньше называлась Сяне. По праву ее называли воротами Выборга. И не зря здесь долгие годы сохранялся в гостевой домик Екатерины Второй. Екатерина Вторая Великая в Выборге была дважды. И конечно она не хотела появляться в Выборге уставшей со смятой прической и поэтому здесь в этом домике она ночевала здесь она отдыхала и уже в свежем наряде с новой прической она торжественно въезжала в город. Здесь был большой балабаренный забор владельцем которого был купец Федор Иванович Сергеев. Одним из управляющих у него здесь работал Яков Маршак отец поэта Зануила Маршака и последняя маленькая станция перед Выборгом называется сейчас Мазаревка раньше она называлась Римада сейчас здесь всего лишь одна платформа а раньше было три потому что было три направления и вот эта станция была названа в честь парнишки который погиб 20 июня 44 года рядовой Владимир Мазарев именно 20 июня 44 года советскими войсками был взят город Выборг по сути дела он погиб последний скажем так день военных действий хотя конечно события будут и дальше проходить еще и в конце июня в начале июля военные действия но выбор уже будет взят 20 июня 1944 года я думаю я думаю что за время нашего небольшого путешествия мы уже смогли понять насколько все-таки у нас интересны станции станции которые каждая по сути дела ждет что мы не будем относиться заинтересованы ну и в конце нашего пути мы обычно проводим виталины и так мы просим слушать внимательно вопросы и поднимать конечно руки чтобы мы четко видели кто за то ответит так я слышно значит первый наш вопрос будет относиться к числу легких вопросов поэтому такой подарочек будет небольшой обычно у нас любят эти викторины народ как-то оживляется просыпается в выбор уже готов подъезжать и первый вопрос наш такой когда было открыто вообще железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Герсенфорсом то есть Хельсенфорсом есть какие-то вопросы рука есть подбегаю слушаю 857 год нет 57 год нет 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 в феврале между Герсенфорсом и Санкт-Петербургом 1870 это метка железнодорожная первая между Герсенфорсом да пожалуйста пораньше хорошо тогда за сколько часов преодолел весь путь первый и тогда единственный поезд 12 часов у нас и с этой стороны там шоколадки есть леди Александр можете шоколадки и вот там по 20-10 пакет идут да вот второй пакет там много шоколадки вопросы такие несложные вот так у нас человек надо их загородить тоже давай а где рука была во сколько обошлось строительство железной дороги нашему правительству то есть русскому правительству нафист две руки там есть девушка еще стоит пожалуйста озвучьте 28 миллионов 28 миллионов 28 да ну давайте без шоколадки вопрос посложнее и подарочек хоть посолинней кто автор каменных зданий вокзалов вот первых в стиле модерн один автор у них вопрос сложнее может быть в качестве интересные места а вот женщины в городе бруно градукольм правильно бруно градукольм спасибо все верно может теперь нет что-то сломать правительство давайте и вот получается что конечно вокзалы построенные бруно градукольмом они напоминают буржатые ларчики ларчики их можно увидеть на станциях Ланская Удельная Барголово и Шувалово вот обязательно когда будете возвращаться посмотрите на Удельной в районе станции Ланской действительно кузовы ларчики ну а я хочу задать сложный вопрос я сегодня уже упоминала да маршалка так вот в данном случае конечно же я хочу чтобы сейчас вы напомнили интересное стихотворение связанное жизнь у дачников ведь когда дачник уезжает на дачу ему порой важно было столько вещей загрузить в багажный вагон и главная проблема была не потерять и мы помним что у маршака есть интересное стихотворение на эту тему я еще вопросы не задала а уже у нас есть желающий ответить и так пожалуйста прочитайте строчки стихотворения я первую строчку дама сдавала багаж мы помним да и маленькую собачонку которая за время пути мы помним как говорится да успела подрасти и так опять опять у нас в центре внимания это стихотворение пожалуйста поднимите так пожалуйста объясните а какая же картонка имелась ввиду картонка рука 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 вы знаете однажды когда получается вы проводили экскурсию и в основном была молодежная публика вы знаете ни одной поднятой руки не было потому что молодежь не знала да что картонка у нас вот там тоже есть улитая рука картонка это кутля кутля для того чтобы можно было да вот так безопасно перевозить перевозить дорогие шляпки молодежь к сожалению этого не знает какой-то вопросик у нас хотела задать Жанна править ну и давайте еще раз все-таки вспомним с благодарностью почему же Зеленовоз установлен в памятник Георгию Питину уроженец уроженец а пожалуйста назовите как раньше назывался город Зеленовоз и показываем пускай девушка честно зарабатывает итак посмотрите в 1917 вы активнее руки поднимайте потому что в 1917 году в Тереотов родился Георгий Питинзон поэтому конечно же как же не мог город обойти с молчанием такой интересный план вы что-то напечатали тоже самое интересное спасибо и вы тоже ну я вместе я уже спасибо вот есть вот девушка первая подняла руку но она конечно немножко запамятовала не назвала этого города впереди у нас нет автобусных экскурсий потому что выбор у нас небольшой и поверьте хорошую гулять гулять по городу это самое настоящее действительно удовольствие потому что по ходу действия вы очень часто будете останавливаться чуть ли не перед каждым домом потому что у каждого дома своя интересная экскурсия и так кто уже надумал что пойдет гулять по городу с нашими экскурсоводами вот имейте ввиду что мы выходим выходим кстати билеты не потеряйте через турникеты вам надо будет проходить поэтому билеты вам еще пригодятся и когда вы будете выходить из помещения вокзала вот там как раз вы услышите нашу зазывану которая как раз и приглашает примкнуть вот к этой бешей экскурсии и так наша экскурсия стоит 250 рублей если вы студент или по сути делай пенсионер тогда у вас есть ну а если вы из нашего туристического вагона то для вас экскурсия стоит 200 рублей и так как я вам сказала выходим на нашу приводжайную площадь и там вы как раз услышите нашего надежного зывала который действительно приглашает вас примкнуть в группе в которой отправиться вскоре гулять по нашему городу выборку ну а история нашего города действительно очень даже интересная у нас более 300 памятников и спорой даже одного дня мало для того чтобы можно было и познакомиться получше с нашим выборком хочу сразу обратить ваше внимание что многие здания у нас сейчас в строительных лесах в строительных пеленках потому что в 17 году 75 зданий прошли через историческую экспертизу признали наконец-то их историческую цену нашлись наконец-то деньги для того чтобы можно было эти здания отреставрировать и затем новую поднимать и зрелизливую жизнь очень скоро туристы смогут подниматься на часовую башню на башню латуши потому что все три башни у нас тоже сейчас проходят стадию реконструкции ну и парк Монрегон он тоже у нас сейчас в состоянии реконструкции но все равно там стоит погулять потому что сама история этого удивительного места конечно вызывает порой чувство восхищения ну а я вас благодарю за то что вы совершили с нами путешествие и я думаю что вы теперь уже немножко совсем другими глазами будете воспринимать вот этот небольшой отрезок пути который мы преодолели всего лишь за 1 час 15 минут ну и конечно последнее пожелание уже из жизни я советую вам перед выходом из волона сходить в туалет правильно правильно уезжают 18 45 потому что когда они уезжают 15 вы не помните с хвостиком это не бегом 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 а самый хороший вариант 18 45 билеты не выкидывали на 8 часов лучше поезжать как от mana судно и он под до 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 Мы на Ратушной площади расстаемся, вы уже решаете, кто идёт в замок, кто идёт в море пол, кто идёт в память средневековую каверну, и звучит средневековая музыка. Вам предлагают, мы не очень такие интересные, но первые вам сейчас упрощают к ней, так что вот потом уже, ну куда идти? А вы сколько судите лиц? В пределах двух часов и меньше, конечно. Замерский аппетит успеет, чтобы они говорили, что они с ласточки, мы не будем формировать никак, да? И там ещё раз напоминаю, кто захочет гулять по городу с нашими экскурсоводами, вы выходите на привокзальную площадь, подходите к нашим созывалам и при этом скажете, что вы из экскурсионного вагона, что вы были с нами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Играет музыка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok